Белёв – рекордсмен в области по количеству ветхого жилья. Люди здесь живут в домах постройки ещё начала XIX века. Чтобы решить эту проблему, областное правительство включило город в финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Благодаря этому жизнь обрёл один из белёвских долгостроев. Фундамент заложили ещё в 2008-м, и только в этом году стройку удалось завершить. В доме будет 106 квартир. 45 из них заселят уже в конце ноября. Новую жизнь получил и городской стадион. Довоенную постройку восстанавливали по принципу «С мира по нитке». Часть денег дала администрация, часть – спонсоры. Чем-то помогли воспитанники. Для меня всегда радостно, когда стадион живёт, когда приходит молодёжь, когда болельщики приходят, спрашивают о делах, о проблемах, помогают. Наши воспитанники уже приводят детей своих. Ахиллесовый, Пятой, Белёво как были, так и остаются плохие дороги. На их ремонт в этом году районные власти получили 32 миллиона рублей. Кое-что, конечно, сделать успели в срок, но большую часть работ не выполнили. В этом году к нам зашла ферма «Экострой Альянс», и у них на Советской улице закончились деньги. Сейчас нами предъявлены претензии, пени на 20 миллионов рублей, а стоимость контракта была всего 32 миллиона рублей. По рабочей нашли подрядчика, и я думаю, что в этом году всё-таки завершим хоть выравнивающий слой. При плохих дорогах Белёвский район стал рекордсменом по количеству спортивных площадок. Только по программе «Газпром детям» в этом году установили три. В городе также отреставрировали скверы, привели в порядок Курганславы, да и чистоту стараются поддерживать. Однако сами жители работы властей, по-видимому, не замечают. Как вы оцениваете состояние своего города? Очень плохо. Отвратительно? Плохо. До окончания года осталось два месяца. Успеет ли воплотить в жизнь всё намеченное власти? Пока вопрос открытый. Екатерина Соливанова, Дмитрий Бочаров, ТВ-Центр Тула.